Истец Андрея Леонидовича Так уж получилось, что Когда он умер, я находилась В мордовской колонии И Хотя, в общем-то, люди Ну и моя там дальняя Типа родня Они прекрасно все об этом знали Но никто не счел нужно мне об этом сообщить Хотя просто там письмо написать, позвонить Раз в месяц звонить можно Они похоронили отца Тихонечко подсуетились Значит, по суду признали меня Без вести пропавшей Хотя вот эта тварюга, она прекрасно знала, где я нахожусь Так, выписала меня Вы же сейчас не в колонии, правда? Давайте будете нормально разговаривать Отвечется вам кто? А это, знаете, родня такая Из серии «Наши горелые», «Наш сено горелые» Их собака за***ла Вот мы и породнились Она там Никто она мне, в принципе, по сути Мать ее моя, с отцом прибиели в свое время По сути, никто По сути, никто, а юридически Я даже затрудняюсь на степени этого родства Кто она умершему? Она, да тоже, по сути, никто Она моей матери, его жене Приходится какой-то там четвероюрной или пятиюрной племяннице А моему отцу она вообще никто Понимаете, в этом-то все и беда Дело в том, что когда у нее умерли родители Мои родители пригрели к змею на груди Они ее пригрели или усыновили? Нет, они ее не усыновляли Она с бабкой жила А они просто им помогали Вот и все Так вот, она меня признала по суду пропавшей без вести Значит, мне они об этом не сообщили О смерти вашего отца? Да, о смерти вашего отца Она через полгода подала документы Как единственная наследница Уже там оставшейся, типа больше никого нет И так очень благополучно захапала мою квартирку Я выхожу из колонии уже три года Прошла смерть отца, три года А за что вы отбывали наказание-то? А, за тяжкие телесные повреждения Так уж получилось, Ваша честь Что вот эта вот Моя, типа, родственница Связалась с интеллигентиком Который на поверку оказался ревнивым идиотом Он, она у нас... Вероника, я тебя десять лет не видела Ты вообще... А это и было-то не надо Десять лет она меня не видела Она пришла к нам в гости И твой мужик туда прибежал Сцены ревности тебя устраивать А я его бутылку покупала Ты отоварила, чтобы вести себя научился Женщина придумывает что-то Конечно, придумывает То, что ты не знала, где я нахожусь Я тоже придумываю Ваша честь, вот у меня есть Соответствующие документы О смерти отца Есть свидетельство о рождении Которое подтверждает наше кровное родство Справка из колонии о моем освобождении Копия приговора суда И я, в общем-то, понимаете Так уж получилось, что... Когда умер ваш отец? Три года назад Три года прошло? Да, три года назад Ваша честь А когда вы узнали о смерти отца? Только когда я вышла на свободу Это было три месяца назад Я вышла на свободу и приехала к себе домой А дома-то у меня нет Потому что его отжала вот эта вот ушлая бабенка Вот Ты там 20 лет не была, верно? А это не повод лишать меня наследства Хоть я 30 лет там не была Это мой дом И я там была прописана И это мой отец Ваша честь, я надеюсь, хотя бы в этом суде Будет восстановлена справедливость И мне вернут право на подачу на наследство И вообще само наследство То есть вы просите восстановить срок? Да, я прошу восстановить срок Понятие наследства Скажите, пожалуйста, а где вы были зарегистрированы На момент В этой же квартире И была зарегистрирована, да? Она меня выписала Как без вести пропасть А на момент смерти? Какой без вести пропасть? Куда вы без вести пропали? В колонии, что ли? Да Что да? Мне никто не сообщил Ваша честь Я, ну так уж получилось Я три раза сидела И каждый раз я возвращалась обратно в этот дом И никто меня не выписывал То есть на момент смерти вашего отца Вы были зарегистрированы Она была зарегистрирована в этой квартире Да, я не знаю, как она умудрилась меня выписать Как, 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 не знаю Как собственница, наверное Сейчас спросим Предайте, пожалуйста, документы Совершенно незаконным образом Может быть, хоть вы мне докажете Что есть справедливость в этом мире? Так, ответчик, слушаю вас Ваша честь Меня зовут Столярова Наталья Николаевна Ваше отношение к иску? Я являюсь двоюродной племянницей Двоюродной племянницей Чей? Умершего? Тетя Люся, это кто? Да, тетя Люся, это же жена Жена умершего Собственно, тетя Люся и дядя Андрей Заменили мне родителей В свое время мои родители погибли И они меня воспитывали И вот Вероника пошла Вы наследство получили по завещанию? Или как наследница? Знаете, я там жила последние 10 лет И я ухаживала за дядей Андреем То есть сначала умерла тетя Люся Причем Вероника не сказала, как она умерла Че тут говорить-то? Я на зоне была, я вернулась, когда мама умерла уже Она ко мне последний раз на зону приезжала Ты прекрасно это знаешь Что ты тут? Тихо! Вот она ездила к ней на зону Потом приезжала слезами, обливалась Однажды просто приехала И у нее сердечный приступ случился Мать фактически угробила Че ты городишь, угробила? Не провоцируйте истца Да мне самой, я просто не представляю, как с этим жить То есть вы ухаживали Вы ухаживали за Андреем Леонидовичем Лет через 10 после смерти тети Люся Вероника появилась и ограбила квартиру Я не ограбила, я взяла то, что мне причиталось Это были мои вещи в квартире Я влезла в свою квартиру и взяла то, что мне принадлежало А грабер это уже ее придумка Истец, я влезла в свою квартиру Когда никого не было Потому что просто мать отец замки поменял А я и влезла в окно Че такое, это моя квартира Потом денег, ни вещей не осталось в квартире У дяди Андрея инсульт случился У дяди Андрея инсульт случился, потому что он работал много Причем здесь я? Участковый обо всем знал Просто заявление не стали писать А что бы он написал заявление, что к нему родная дочь в квартиру пришла Которая там прописана, вообще в своем уме? Истец, все деньги забрала Телевизор даже вынесла Какой телевизор? Я вас сейчас выгонюсь в зал или конвой позову Так, ответчик, давайте поближе к наследству Когда у дяди Андрея первый раз случился инсульт Я переехала через какое-то время ухаживать за ним Потом у него был второй инсульт И все это время я за ним ходила То есть я днем работала Работала на лекарство годами Я не была сначала зарегистрирована Истец была зарегистрирована Потом через какое-то время, поскольку я там стала проживать Я зарегистрировалась Дядя Андрей меня зарегистрировал Потому что я была прописана Но истец не была снята Она находилась Истец не было все эти годы Но она была зарегистрирована в этой квартире Я не знаю Она меня выписала уже, когда вступила в наследство Хорошо, мы сейчас посмотрим документы Я вот эту женщину искала Потому что когда у ее родного отца случился третий инсульт И диабет И он что ее искать? Пошли в суд Пошли в суд Где я сижу? Не ври Искала она меня Ваша честь Я писала в соцсетях Какие соцсети на мне? Потому что одна я все это не вывозила Ты слабоумен, что ли? Потому что я годами работала на лекарства Потому что я днем работала Вечером я шла Ну, отвечик, вы работали на лекарства Вы что, не знали, где находится истец? Я не знала Ее все считали, вообще все считали умершей Потому что человек с 13 лет пить начал Потому что она дома не появлялась А какое это имеет отношение к мунаславицу? Ваша честь Слава богу, что ты жила вообще Я тоже работала, я куфайки шила И я пару раз переводила отцу Делала отцу переводы Просто меня на зоне никто не грел Естественно, сама себя там грела В лабазе отоваривалась Но хоть когда у меня там лишний копейк получался Я, конечно, батьке отсылала Слушайте, вот вы представьте себе Когда взрослый человек А дядя Андрею потом ампутировали ноги Из-за диабета Когда он лежит целыми днями Когда ему надо стирать Я под твоим отцом памперсы меняла А я тебя об этом не просила Это была твоя личная инициатива И вообще-то я сомневаюсь, что ты ему меняла памперсы Знаю, я тебя чистоплю Ваша честь, да она здесь во слое в обморок падала Я твоему отцу родной дочерью была Родной дочерью Тебя родили Если вы сейчас не прекратите Сейчас я упаду в обморок Ваша честь, я искала Поближе к наследству Я искала троюродную сестру Потому что было очень тяжело Кто такая троюродная сестра? Это Вероника Это Вероника Это я Ааа Типа А имя-то какое у вас прям? Я не искала, но не нашла Никто нигде не отвечал Где вы искали Веронику? Вы что не знали, что она Я не знала Отбывает наказание? Откуда я могла? Ну как вы не знали? Откуда я менты увезли И больше я там не появлялась Ваша честь Дядя Андрей был моим единственным родным человеком Я за ним ходила много лет И наследство-то как? Я уже поняла, что вы за ним ухаживали Вы были зарегистрированы в квартире Он умер Вы пошли к нотариусу Вы нотариуса спрашивали Вернее, вы нотариуса ставили в известность Что имеется родная дочь? Или вы не говорили об этом? Поскольку ее не было годами И вот когда она была нужна, ее не было Не ставили Хорошо Но я не акцентировала на этом Вы были зарегистрированы С умершим на момент смерти в квартире Конечно Потому что я за ним ходила как дочь Вы получили через полгода после его смерти Свидетельство о праве на наследство Правильно? Через полгода подала, чуть позже получила Чуть позже получили Как родственница? Конечно же Как единственная родственница? Как человек, который фактически ему дочерью приходился Как человек, который за ними ходил гадание Поняла, документы передайте, пожалуйста Конечно Против иска возражаете? То, что ты ему пару раз памперс поменял Не значит, что ты его дочь Ваша честь, здесь еще Ну, просто я даже не предполагала Я в шоке, что появилась Вероника Потому что я искренне считала, что она пропала без вести Ну, вы же понимаете, что она дочь его родная Я вложила в эту квартиру свои деньги То есть, если бы я думала, что какой-то подвох Я бы этого делать просто-напросто не стала Я продала бабушкин дом Вот там есть договор купли-продажи Ремонт сделали в квартире Спасибо, я оценила Поняла, ремонт Вероника, если бы... Ну, вот правда... Суд удаляется для вынесения решения Прошу всех встать Ремонт сделала? Умница! Мне поменьше трат будет Господи, Вероника, ты ее пропьешь Ты проконишь эту квартиру Это не твое собачье дело, что я с ней сделаю Еще надо разобраться, почему мой отец умер Может быть, ты там подсуетилась Да ты по себе судишь людей просто Ты кони, я по себе судишь людей Потому что с этими людьми Столько лет жила Знаешь, я на зоне таких, как ты насмотрелась Вот ты насмотрелась, поэтому так и говоришь теперь Которые старикам бумажки подсовывали А по квартирам заявляли Если бы по-хорошему пришла, то по-сестрински А то пришла, а Я бы пришла, если бы ты мне сказала Все, что сказать можешь Оглашается решение суда Суд принял решение Иск о восстановлении срока на принятие наследства И о признании права собственности В порядке наследования по закону на квартиру Принадлежащую умершему отцу Удовлетворить Суд принимает данное решение Исходя из того, что Несмотря на то, что С момента смерти Отца истицы прошло 3 года И срок для Обращения в нотариальную контору С заявлением о принятии наследства пропущен Так как истец на момент смерти Наследодателя была зарегистрирована В квартире Вместе с умершим На нее не распространяется данное положение Закона И фактически она не пропустила срок Поэтому в этой части Суд удовлетворяет исковые требования Ну и так как Срок не пропущен И истица считается фактически Принявшей наследство после умершего отца Суд отменяет свидетельство Полученное ответчиком И возвращает квартиру В собственность истца Кроме того Ответчик Разъясняю вам Если бы вы не скрывали Что у умершего имеется дочь И нотариус отправил бы Официальное уведомление В места лишения свободы Ваша честь, это же господин Если бы я вам Я вам Разъясняю ваши права Вы сами себе Устроили такую жизнь Я вам объясняю каким образом Итак, зная существование дочери Вы, как наследница Последней очереди Имели возможность Предупредить нотариуса о том Что имеется родная дочь И сообщить Либо узнать Либо попросить нотариуса Отправить такой запрос И выяснить, где находится истица Если бы нотариус Отправил уведомление Официальное О том, что умер Отец истица И она бы на него Не отреагировала Тогда все могло бы Сложиться совершенно по-другому Но опять же Тот факт Что истица была Зарегистрирована На момент смерти Со своим умершим отцом Вы не заявили Исковых требований О признании Ее недостойной наследницей Вследствие того Что она не ухаживала За своим отцом У суда нет оснований Вынести иное решение Поэтому решение Именно такое Иск удовлетворен Понятно? Дело закрыто Я могу подать встречный иск Правильно же Ты можешь пойти По известному всем адресу Освобождаемую хату Я надеюсь Я надеюсь Чтобы эта квартира Еще останется Меня, чтобы сегодня же Когда иск удовлетворят Все Давай Двигай Собирай свои манатки Решение суда Иск удовлетворительный Много я судей перевидала На своем веку Но такую честную И порядочную Первый раз Сейчас приеду домой В свою квартиру Первым делом Выпью за ее здоровье Конечно Все это очень несправедливо Потому что я столько лет За этой квартирой смотрела Но Не учла Какие-то юридические тонкости Сейчас придется Что-то с этим делать Видимо Подавать встречный иск Теперь опять разбираться Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому